Специалисты говорят, в Владимирской области ситуация с ковидом сейчас продолжает стабилизироваться. Коэффициент распространения уже ниже единицы 0,99. Рост заболевших снижается, в ковид-госпиталях увеличивается количество свободных койко-мест. Если две недели назад развернуто было под ковид пациентов 1822 койки, сейчас их 1692. Есть больницы, где свободных мест для больных ковидом фактически нет. Это Собинская, Меленковская, Гороховецкая районные больницы и Ковровская многопрофильная больница. Но в целом сейчас по медучреждениям занято 67% коек. Этот показатель позволяет облздраву проводить работу по сокращению коечного фонда и возобновлению оказания плановой медпомощи. С 16 августа у нас закрыт прием пациентов с ковид-19 в областном центре специализированной медицинской помощи. Это Пеганово. И с 1 сентября, после определенных мероприятий, они открывают плановый прием пациентов. Это говорит о том, что у нас будет более-менее стабильная ситуация. И у нас есть возможность в связи с свободными койками развернуть именно плановую госпитализацию. А тем временем в регионе продолжается кампания по вакцинации Владимирцев благодаря последней поставке вакцин. В медучреждениях области больше нет проблем с количеством препарата. В том числе в регион завезли более 44 тысяч доз спутника «Лайт». Вакцины, предназначенные для ревакцинации, вакцинации уже переболевших ковидом. В то же время сейчас возникла проблема с количеством желающих сделать прививку. Еще несколько недель назад у прививочных кабинетов люди выстраивались в очередь. Сейчас уже ажиотажа нет. Специалисты говорят, многие Владимирцы по сей день с опасением относятся к вакцинации. В том числе боятся заболеть тем же ковидом после прививки. Вот мы приводим статистику. На сегодняшний день у нас порядка 216 тысяч граждан имеют двухкратную вакцинацию. Из них по статистике 122 заболевших после введения вакцины. Это составляет 0,05 заболевших среди привитых против ковида. Это очень маленький процент. Что же касается непривитого населения, то Роспотребнадзор напоминает о ряде ограничений для них. В том числе при возвращении из-за границы они должны сдать ПЦР-тест и загрузить его результат в личном кабинете на портале госуслуг. Согласно последним изменениям, теперь у вернувшихся непривитых граждан на эту процедуру есть 4 дня. Ранее успеть надо было за 3 дня. Наказание же за отсутствие ПЦР-теста осталось неизменным. Только за последнюю неделю сотрудниками Роспотребнадзора было составлено 14 протоколов по данным нарушения. Суды рассмотрели 22 протокола. Владимирцев в общей сложности оштрафовали на 165 тысяч рублей.